как друзья мои всем привет сегодня опять возвращаемся к вопросу с чего начать ремонт вот я только что еду замера там где мне попросили замерить линолеум линолеум в квартире вторичное жилье в общем я приехал туда и чтобы не быть голословным прикладываю фотографии те которые там увидел то есть ремонт он движется люди клеят обои даже частично выровняли стены но при этом основание пола не сделано полы гнилые деревянные полы и на них они хотели укладывать линолеум почему так произошло во первых заказчик он изначально сделал ошибку когда обратился не в тем специалистам он обратился к соседке к маляру которая занимается поклейкой обоев на данном объекте вот маляр сказала то что полы хорошие на них можно прям так смело клеить линолеум и не париться ни о чем когда я увидел эти полы то им сразу сказал то что полы нужно демонтировать так как местами там уже есть провалы особенно в районе там где у нас обычно находится кухня там влажность и соответственно в этих местах уже пол сгнил и яма вот и соответственно клеить на это все линолеум тоже никак нельзя он мне сказал заказчик сказал то что типа давай мы поклеим положим фанеру положим по избе и тем самым типа и выровняем пол игру категорически этого делать нельзя так как у нас полы основание снизу уже гнилое ну и принципе через какое-то время швы просто швы где у нас есть промыкание фанеры тому из перестов они откроются и соответственно на линолеуме все это проявится вот чуть позже погодя пока мы разговариваем заказчиком пришла сама малярша который клеит обои но она с таким интересом это оказалось пожилая бабушка который уже лет нацать просто находится на пенсии и занимается поклейка обоев чисто в качестве поддержки бюджета вот торопит она клиентов поклейки обоев потому что там должен прийти мастер по установке дверей двери тоже уже находятся на объекте и как можно устанавливать двери на пол который еще даже не подготовлен на котором нет никакого напольного покрытия я просто не понимаю получается так что малярша торопит клиентов дверник торопит клиентов и никто из них не задумывался о том что нужно сначала сделать полы кстати на объекте уже сделано натяжные потолки это говорит о том что сколько было мастеров маляр дверник натяжник натяжник монтажник натяжных потолков и никто из них не сказал то что нужно сделать пол клиент когда услышал то что я ему сказал надо сначала сделать полы сразу согласился со мной и попросил предложить ему вариант как можно выполнить эту работу я ему сказал аккуратно демонтировать деревянное основание деревянный пол можно сделать самостоятельно можно нанять бригаду который это будет заниматься далее вызвать мастеров по полу сухой стяжки потому что мокрую стяжку делать я уже не рекомендовал так как обои приклеены ремонт частично уже завершён поэтому лучше сделать пол сухой стяжку дать ей просохнуть подождать 28 суток как заявляет рекомендует производитель и уже после этого только стелить линобе ну параллельно там можно делать ремонт в ванной комнате конечно я не знаю ванна тоже находится очень плачевном состоянии когда они это делать планируют я не знаю поэтому сделать сначала пол а потом уже переходить ко всему остальному после демонтажа пол я так думаю что и высота уровень потолков увеличится и возможно увеличится дверные проемы и какая высота там появится уже никто не знает вот ну в общем клиент задумался остался с вопросом как демонтировать пол я думаю решит он вопрос уже скоро потом уже зайдут мастера которые будут делать стяжку но самое интересное то что маляр которая изначально пришла первая походу на этот объект и она выравнивала стены она приклеила уже обои ни разу не заикнулась о том что полы хорошие и она мне утверждала то что здесь все идеально и не нужно ничего выравнивать прямо стереть линолеум на вот этот самый пол причем до линолеум стелить после обоев но вы понимаете то что линолеум это такое большое полотно который просто так без повреждений стен но раскатать просто не всегда получается обои это тоже смысл клеить надо был сначала тогда заняться линолеумом потом уже прийти непосредственно поклейки обоев но маляры они ведь умные люди особенно которые уже в возрасте спорить с ними тоже бесполезно и я и не стал я просто сказал заказчику то что нужно сделать оставил свои контакты ну и в общем распрощался с ними что они будут делать как они будут делать это уже решать им а совет мой такой или даже не совета резюме резюме данного видео то что прежде чем начать ремонт любой ремонт новостройки во вторичном жилье либо там где-то в доме сначала проконсультируйтесь со специалистами с ребятами которые занимаются ремонтом не надо консультироваться с малярами не надо консультироваться с сантехниками то есть сос консультируйтесь с ребятами которые делают ремонт в комплексе они знают больше потому что они знают какого момента нужно начинать первый этап и каким моментом нужно заканчивать то есть финал финалочка а маляром маляр это маляр сантехник это сантехник монтажник натяжных потолков гипсокартонов у них разные профили и они не всегда представляют то что будет в конце у них узкий кругозор поэтому делаем ремонт только с профессионалами и теми кто делает ремонт в комплексе вот это такое вот небольшое видео можно сказать я высказал свое мнение поделился с вами тем что лучше все таки начать ремонт правильно чем через год вернуться и опять делать ремонт заново я закачку так и сказал вы можете постелить линолеум прямо на этот пол но через год вы будете ремонт даже меньше чем через год будете делать ремонт заново то есть вы выкинете деньги на ветер сейчас и выкинете деньги на ветер потом то есть пара за ремонт у вас будет дороже стоить и затрат будет два раза больше поэтому не нужно экономить на мастерах и обращайтесь только тем кто на самом деле знает что делает возможно кому-то это видео будет полезным а кто-то его просто проигнорирует всем спасибо тем кто досмотрел и дослушал мою мысль до конца если у вас тоже какие-то подобные ситуации происходили вы хотите ими с ними поделиться то пишите в комментариях пока у меня все всем спасибо пока